В борьбе с эпидемией нам пришлось взять дополнительное время, заявил выступая в Национальной Ассамблее во вторник премьер-министр Франции. Как и в предыдущие дни, пациентов из отделения интенсивной терапии региона Иль-де-Франс перевозили, в основном по воздуху, в больницы соседних департаментов, где в реанимациях ещё есть места для больных COVID-19. По данным властей, число поступающих пациентов с тяжёлыми последствиями коронавируса достигло в регионе осенних показателей. Главное оружие в борьбе с эпидемией вакцинация, заявил депутатом Жан Костекс, несмотря на приостановку Франции, как и большинством стран Евросоюза, применение вакцины AstraZeneca. Министр здравоохранения Оливье Веран старался выглядеть оптимистичным. Я сам отношусь к тем французам, которые уже привелись вакцины AstraZeneca. Могу сказать, что ничего особенного делать не надо, если вы прошли вакцинацию. Как нам говорит Национальное агентство по безопасности лекарственных средств, если у вас появились симптомы после прививки, тогда надо звонить лечащему врачу. Но в целом не нужно предпринимать никаких особых действий после прививки. Не меньшую угрозу, помимо приостановки вакцинации, представляет появление всё новых штаммов коронавируса. Особое беспокойство во Франции вызывает так называемый бретонский вариант. Он был выявлен у восьми пациентов, ставших жертвами COVID-19 в бретонском городе Ланьон. То, что речь идёт именно о новом штамме, подтвердили специалисты Института Пастера. Его главная особенность – то, что тесты ПЦР его не выявляют. Санитарные власти Франции начали расследование. Пока нет данных о том, что этот штамм более опасен или более заразен, чем классический коронавирус. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова